В статье «Расскажем про льготы вдовам ветеранов в 2018 году в Москве, Мосанкт-Петербурге, регионах», рассмотрим, кто относится к категории ветеранов, как оформить льготу. Кто относится к категории ветеранов? К категории ветеранов Великой Отечественной войны относятся следующие лица. Ветераны Великой Отечественной войны – это люди, которые непосредственно принимали участие в боевых действиях. Граждане, работающие на заводах, в больницах. Лица, участвовавшие в партизанских отрядах. Инвалиды, получившие травмы во время войны. Ветераны труда – люди, имеющие трудовой стаж не менее 35 лет женщины и не менее 40 лет мужчины, награжденные знаками отличия в труде. Также ветераны военной службы, ветераны государственной службы. Как получить удостоверение ветерана? Для получения статуса ветерана необходимо предоставить в органы социальной защиты следующие документы, подготовить обязательную документацию и заполнить стандартное заявление. Обратиться в отделение соцзащиты населения по месту своего проживания и подать весь пакет бумаг. Создается комиссия сотрудников организации, и в течение 30 дней с момента обращения рассматривается заявка, и ведется проверка документации. При принятии положительного решения выписывается официальный акт, на основании которого заявитель обращается в исполнительный орган власти для оформления удостоверения ветерана ВОВ. В случае отказа гражданин получает письменный уведомительный документ, в котором разъяснены причины данного решения. Несмотря на то, что каждый гражданин, принадлежащий к перечисленным категориям, получает звание ветеран ВОВ, льготы для групп предусмотрены разные. Кроме того, социальная поддержка положена вдовам и детям покойного ветерана, погибшего или умершего. Читайте также статью «Как получить пособие на погребение пенсионера». Какие льготы предусмотрены для вдов социальная поддержка и льготы положены женщинам, чьи мужья были, воевавшими на поле боя во время ВОВ, военнослужащими армии флотов, войск, партизанских отрядов, отрядов ОВД, контрразведки, разведки, работниками бригад, отвечающих за сбор боевых припасов, военной техники, минерами, военными корреспондентами, кинооператорами, деятелями культуры, которые были откомандированы в армию во время Великой Отечественной, инвалидами. Ставшими таковыми из-за происходящих военных действий, военнослужащими, которые принимали активное участие в операции по освобождению Ленинграда от блокады. Близкие родственники имеют право на льготы лишь в том случае, если они не могут сами работать и при жизни умершего находились на его полном иждивении. Жены имеют право на получение льгот, но они не должны выходить замуж, в случае замужества все льготы теряются. Социальная поддержка, на которую могут претендовать вдовы, это льготы следующего порядка – пенсионные. На оплату жилищно-коммунальных услуг. На медицинское обеспечение. Первый вид поддержки – это пенсия. Ее государство выплачивает жене погибшего до момента наступления ее пенсионного возраста, в связи с чем ей необходимо будет оформить социальную пенсию. Читайте также статью. Доплата к пенсии за стаж работы 35 лет. Также они имеют возможность получить жилье от государства в случае, если состоят на очереди. На оплату коммунальных услуг предусмотрена льгота в размере 50%. Еще одной немаловажной поддержкой для вдов является медицинское обеспечение. Они могут пролечиваться в госпиталях совершенно бесплатно и получать путевки на санаторно-курортное лечение. Как оформить получение пособия? Для начала необходимо обратиться в органы социальной защиты населения, где получить удостоверение вдовы участника военных действий, для этого предоставить пакет документов, паспорт РФ, свою фотографию, свидетельство о смерти супруга. Свидетельство о браке – документ, подтверждающий, что супруг был ветераном для того, чтобы оформить пенсию по утрате, необходимо обратиться в пенсионный фонд, для льгот по коммунальным услугам можно подать документы в микрофинансовый. Центр либо в управляющую компанию. Какой пакет документов предоставить? Для получения компенсации по коммунальным услугам вдовам необходимо обратиться в ближайший микрофинансовый центр либо в социальную защиту. Собрать полный перечень документов, чтобы все справки были действительно в день подачи, основным требованием является отсутствие долгов по оплате коммунальных услуг и отношение к данной категории граждан. Документы подаются раз в полгода, срок рассмотрения – 10 дней. Если вы подали их до 15-го числа месяца, то можно ожидать льготу в этом месяце, если позже, то уже в следующем. Компенсация предоставляется либо на открытый на ваше имя расчетный счет, или она приходит на почтовое отделение связи. Читайте также статью «Порядок выплаты компенсации пенсионерам на оплату коммунальных услуг». Для оформления льготы необходимо заявление о предоставлении социальной льготы, документ, удостоверяющий личность заявителя, документ, подтверждающий право на получение льготы, удостоверение вдовы-ветерана, документы, подтверждающие Правовые основания отнесения лиц, проживающих совместно с заявителем, к членам его семьи, например, свидетельство о браке, справку о составе семьи, свидетельство о собственности на жилое помещение или договор социального найма при Первичном обращении Преимущества и недостатки Преимущества и недостатки к преимуществам можно отнести удобный способ оформления, поскольку в основном сотрудников, которые принимают документы, необходимость подавать документы каждые 6 месяцев для Подтверждение права на льготы, возможность получить компенсацию на карту, снять денежные средства, по которые можно в любой момент, даже находясь в другой стране небольшая сумма денежных средств, есть бесплатное право на санаторное лечение Что немало важно, нельзя выходить замуж, иначе все льготы будут утрачены причиной отказа в компенсации ЖКХ Причины отказа могут быть различными В первую очередь вы не подходите под льготную категорию граждан, имеющих право на данную субсидию, а именно, малообеспеченные пенсионеры, ветераны войны, члены их семей пенсионеры, получившие облучение во время катастрофы и так далее Пенсионер не достиг определенного возраста для получения компенсации, во-вторых, предоставили неполный комплект документов, необходимых для оформления компенсации В-третьих, у справок мог истечь срок действия Ошибки в поданных документах Предоставлены не самим заявителем Не хватает оригиналов Сроки предоставления льгот Денежная компенсация перечисляется в срок не позднее 10-го числа месяца, следующего за истекшим субсидию дают при условии отсутствия долгов по уплате Выплата может быть приустановлена в случае выявления неоплаты коммунальных услуг в течение трех месяцев и возобновлена после перечисления задолженности При наступлении частных случаев, в результате которых может произойти прекращение выплат, в случае смерти льготника, изменение его места проживания, утрата права на льготу, если вдова добровольно написала заявление об отказе в данной Субсидия вышла замуж, выплата компенсации прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили указанные обстоятельства На что стоит обратить внимание при оформлении? Начисление компенсации по различным коммунальным услугам происходит одной суммой Для того, чтобы вовремя получить компенсацию, необходимо не задерживать проплаты, то есть до 25-го числа каждого месяца производить погашение коммунальных и передавать показания приборов учета в расчетные центры по телефону либо через Личный кабинет В обязательном порядке вдовы, получающие компенсацию, обязаны сообщать в микрофинансовые центры об изменении своего места жительства, о возникновении дополнительных обстоятельств для компенсации по другим категориям Родственники Сообщают о смерти вдовы, которой полагалась субсидия об изменении обслуживающей компании по ЖКХ, смене лицевых счетов, счетчиков, сообщить от отказа в получении денежной компенсации льготы для вдов-ветеранов в городе Москве и ГС Санкт-Петербурге Также, как и для остальных регионов для вдов, проживающих в Москве и Санкт-Петербурге, предусмотрен ряд льгот Они получают пенсию по потере мужа, имеют возможность пролечиваться в госпиталях, получать санаторно-курортное лечение, и у них есть возможность оформить субсидии на оплату коммунальных услуг в размере 50% от стоимости Для чего нужно собрать пакет документов и предоставить в микрофинансовый центр или отделение социальной защиты Написать заявление, затем будет создана комиссия из сотрудников организации, и в течение 30 дней с момента обращения рассматривается заявка и ведется проверка документации После чего дается положительный либо отрицательный ответ Ответы на распространенные вопросы Вопрос номер один Моя бабушка вдова-ветерана войны, положена ли ей субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг и капитального ремонта? Да, положено в размере 50%, как вдове-ветерана войны, необходимо обратиться в МФЦ и предоставить документы, а также получить удостоверение вдовы Вопрос номер два Я вдова, могу ли я пролечиться в санатории бесплатно? Да, конечно, у вас есть такое право, обратитесь в медицинское учреждение для направления и получите справку Вопрос номер три Я вдова погибшего во время боевых действий ветерана, проживаю в Санкт-Петербурге, могу ли я получить жилье? Если вы стояли в очереди на получение жилья и нуждаетесь в нем, то вы можете претендовать Видеосоветы Какие льготы, кроме пенсии, должны получать вдовы в России? В видео раскрывается, какие льготы, кроме пенсии, должны получать вдовы в России, новости 2017 года Спонсор этого видео – Центр юридической помощи «Бастион», бесплатные юридические консультации круглосуточно Телефон центра 8 800 555 67 55, добавочный номер 769 Адрес сайта указан в описании под видео Ставьте лайки, если вам понравился этот выпуск Подписывайтесь на канал Поделитесь в соцсетях Всем пока!